И всем привет, ребят! С вами Сарбаньки, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему долгожданному аккаунту без доната. Наконец-таки у нас есть повод записать новый видеоролик по этому Аку. Вы знаете, что я всё так же продолжаю на нём катать, всё так же продолжаю его потихонечку-потихонечку прокачивать. Он меня уже совсем скоро будет. Следующая легенда, но сегодня речь пойдёт не об этом. Сегодня мы будем открывать контейнеры. У меня накопилось уже более 100 обычных кантов. А это значит то, что мы сегодня откроем очередную сотку. Мы открывали сотку по одному. Мы открывали сотку по пятёрочке. И сегодня пришла очередь открыть сотню контейнеров по 15. Будем надеяться на то, что мы сегодня с этой сотки увидим какой-то интересный дроп. Нам уже очень сильно нужны кристаллы, потому что у меня, как вы видите, осталось всего лишь 30 тысяч. Ну и для тех ребят, которые, возможно, не следят за стримами, либо не знают, какая у нас ситуация обстоит с прокачками нашего бездонат-аккаунта, то я вам могу быстренько показать то, что у меня уже страйкер качается на 18-й шаг, диктатор также на 18-й шаг, бустер качается на 16-й, ну и резисты уже по 47%, будет по 48%, на 48% качаются 3 реза. И четвёртый рез, который я получал со спецпредложений, со спецпредложений там, где были премачка и вроде как ультраконтейнеры за 2000 танкоинов, у меня он качан на 45% и качается на 46%. Поэтому потихонечку, потихонечку мы уже близимся к полной прокачке дикострайкера, плюс дрона, плюс трёх резистов. Понятное дело, что на это ещё потребуется потратить довольно большое количество времени, но посмотрим, посмотрим. Быть может уже скоро всё это у нас сумеет докачаться. Желательно просто, чтобы скидки были почаще, и тогда у меня будет больше возможности ставить на МПК. Ну и сейчас, в принципе, так оно и получается, что у нас докачивается вооружение и появляется скидка в игре. Поэтому это очень и очень хорошо. Но уже для всего этого нужны кристаллы. У меня осталось 30 тысяч. Также у меня есть недельные, да, в которых тут в сумме ещё 200 с небольшим тысячи есть, но к ним мы сегодня, как говорится, возвращаться не будем и не будем их открывать. Также мы и не будем открывать ультра-контейнеры, которых, к слову, тоже будет где-то около 30-ки, но если вам это интересно, если вам интересно вообще в принципе открытие контейнеров, то поддержите видеоролик лайком, наберём символическую цифру, увидим вашу активность, и, быть может, совсем скоро мы эти контейнеры тоже откроем. Ну а сегодня мы открываем обычные конты и надеемся на то, что что-то интересное нам дропнет. Из дропа здесь может быть безумно большое количество всего чего-либо. И устройств в синем, и красок в синем, и фиолетовом устройств, и красок в фиолетовом, и дронов в фиолетовом. То есть здесь безумно большое количество всего чего-либо, но мне хотелось бы либо, чтобы выпало какое-то хорошее устройство, например, на корпус, например, на диктатор, ну либо же просто насыпало неплохое количество крит, да и вообще интересно было бы посмотреть, сколько каких свечений у нас по пятнашке дропнет, по пятерке, если я не ошибаюсь, у нас было одно золотое свечение, и, наверное, каких шесть, если я не ошибаюсь, фиолетовых, поэтому посмотрим, что у нас дропнет сейчас, и, может быть, вы мне тоже подскажете, как открывать следующий контейнер, и все-таки я попробовал по единице, по пятерке, по пятнашке, но сейчас мы уже по пятнашке откроем, дальше будем смотреть, может быть, вы подскажете, как все это дело открывать. Поэтому по пятнарику работаем. Будем смотреть, что падает. Ну, понятное дело, что здесь тысячных контов будет очень и очень много, и это, в принципе, нормально, ничего страшного в этом нету. Крисы мне нужны, пусть они плюсуются. Ну, конечно, не в таком большом количестве. Хотелось бы видеть еще что-нибудь интересное. 10ккри. Ну, 10ккри, когда заканчивается, это, конечно, немножко грустно, но ладно, ладно. Мне всегда в последнее время тяжело открывать контейнеры по пятнашке, потому что, когда я вижу вот это вот безумно большое количество вот этих вот белых свечений, да, и всяких, ну, таких плохих свечений, мне, ну, становится как-то так не по себе, и почему-то мне всегда кажется, что если я буду открывать контейнеры по единице, то ты как будто этих белых свечений, да, и плохих всяких свечений видишь намного меньше, и у тебя как будто больше возможностей есть увидеть там фиолетик, там золотое или еще что-то, и как-то, ну, не так больно смотреть на то, что у тебя есть 15 и падает там 10 белых, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, в сумме плюсанеты неплохо. 8 белых по 1000, 9, 10, 11 зеленая, 12 зеленая, 13 зеленая, 14 зеленая, 15 синяя. Но пока что больше синего из 45 контейнеров нам не дропнуло, и у нас еще, получается, будет 4 открытия по пятнашке, и тогда мы в сумме откроем, получается, даже не 100, а 105 контов, ну, ладно, чуть больше, ничего, в принципе, страшного в этом нету, раз у нас все по пятнашке, значит, о-о-о, ничего себе, это очень рано зеленое пришло, может быть, что-то интересное? Ну, не, 5 зеленых, 6 зеленые, 7, опа, краска хоть какая-то, опа, фиолет, и еще одно будет, и еще одно, и... А-а-а, и даже еще одно, 3 фиолета, гипериончик упал, ну, гиперион, я бы не сказал, что он мне нужен, вот, ловкач бы упал, ловкач было бы интересно, гиперион... По цене, может быть, и неплохо, да, сколько он там стоит, 250, наверное, или 300 тысяч, но так, конечно, не очень сильно мне он и нужен, но здесь у нас рекордно маленькое количество белых свечений было, 5 белых, потом 5-6 зеленых, одно синее и 3 фиолета, ну, такое, 3 фиолета, это, конечно, солидно выглядит, если бы еще золотое бы дало бы сейчас, например, было бы вообще круто. Было бы вообще круто, но сейчас, мне кажется, у меня не так много белых. На зеленое перешло, но сейчас тут нарки будет много сыпать всякой разной, это я уже понимаю, и синее, и что-то еще интересное, еще 10к крис сверху, и еще синее, и золотое, наконец-то, может быть, интерес? Криатрончик, боже, мне показалось, что это твинс магнетрон. Я посмотрел изначально на устройство, и мне показалось, что это магнетрон упал, что это твинс сэмми, вы просто понимаете, что если бы мне сейчас здесь, на этот аккаунт, упал бы твинс сэмми. Это было бы вообще что-то жесткое. Я бы сразу же знал, какую следующую пушку мы на этом аккаунте будем прокачивать. Ну, блин, ну, расстроен я, если честно, расстроен. Хорошо, конечно, что падает хоть какое-то устройство, а не какая-то другая ерунда, но, блин, вот представьте, сейчас бы из где-то 100 разных возможных предметов золотого свечения мне бы упал бы именно твинс сэмми, а не твинс с фризом, с заморозкой. Ну, с заморозкой, ну, он печальный, он ни о чем. Увидеть золотое, это уже круто, да, это уже круто. То, что хотя бы одно мы здесь встретили, потому что в последнее время очень-очень плохие контейнеры падают, и даже золотые свечения из соток не выпадают, поэтому хотя бы какое-то дропнулось. Но, к сожалению, не то, что я хотел здесь увидеть. И это устройство мне абсолютно не надо. Ну, и это, похоже, пятнашка последняя, ластовая наша пятнашка, либо еще одна будет, я что-то как-то не помню, сколько у меня было. Ну, о-о-о, ничего себе, довольно быстро она зеленая, может быть, сразу на синяя. Нет, тут еще расходки будет насыпать. Насыпать много всякой расходочки. Быть может, сейчас переход, фиолет, и будет еще одно плюс. Гой без батареек. И сочельник какой-то упал. Так, это значит, что у нас получается пять фиолетовых. О, еще одна пятнашка осталась. Пять фиолетовых, одно золотое, пока что. И последняя пятнашечка. Последняя ластовая пятнашечка. Что же нам тут дропнет? Что же нам даст с последней пятнашки? Будет ли какой-то интерес? Будет ли что-то жесткое? Будет ли что-то доброе? Будет ли что-то, чего я не ожидал бы здесь увидеть? И нет. К сожалению, нет. Осталось три контейнера. Ну, как-то так. Смотрим, сколько у нас кристаллов плюсануло. О, неплохо, неплохо. Сто пятьдесят тысяч со соточки контейнеров. Ну, в принципе, это очень даже неплохая сумма, которая в дальнейшем мне как раз-таки на пару шажочков всяких разных очень даже пригодится. Плюс еще не забываем, что с недельных здесь 220 тысяч, то это уже 400 у нас было бы. Ну, и здесь со старых я, честно, не помню, сколько чего дается. Но мы их тоже откроем. Ну, и плюс еще ультра-контейнеры будут скоро у нас открыты. Ну, что я могу сказать? Не самое, наверное, печальное открытие, которое могло быть. Какое-то такое среднее. Ну, и мы увидели золотое свечение. Золотое свечение. Поэтому, если сравнивать те открытия новых контейнеров, которые у нас были, то это не самое плохое. Не самое печальное, которое могло быть. Чуть-чуть подфармили. Ну, и, по сути, это, наверное, одно из немногих открытий, в которых мне реально хотелось бы, чтобы мне выпало как можно больше кристаллов. И мне они, в принципе, неплохо и надропали. Поэтому будут теперь кри на дополнительные прокачечки. Это очень и очень хорошо. Как-то так, друзья. Пишите, как вам дропы из контейнеров? Падает ли вам какие-нибудь золотые интересные предметы? Если что-то интересное вам упало за последнее время, то отпишите по этому поводу в комментариях. Будет интересно все ваши, конечно же, комментарии прочитать. Поддерживайте видеоролик лайком. Если вам подобного рода видосы нравятся и вы хотите видеть их чаще, чаще видеть открытие контов, ну и не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики тоже. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok